Из музыкального класса в королевство волшебных мечей. Воспитанники детских садов Колобок и Земляничка отправились в увлекательное путешествие по спортивным маршрутам сказочного царства. Мы открываем сегодня соревнования между ребятишками двух дошкольных учреждений. Ну, наверное, чтобы возродить те традиции, которые у нас были раньше, чтобы детки научились соревноваться, научились болеть друг за друга, научились переживать друг за друга, были одной командой и научились, наверное, скорее всего, уважать друг друга и любить спорт. Участники спортивного праздника День волшебных мечей – это самые взрослые ребята в детском саду, воспитанники подготовительных групп. Им предстоит показать все, чему они научились. В Земляничке такие спортивные соревнования между дошкольниками не в диковинку, а вот Колобок совсем молодой. Детский сад Земляничка, он уже существует много лет и находится на улице космонавтов, да, а мы только открыты. Нам будет два года в октябре месяца существования наши, да, и нам бы все равно хотелось участвовать в таких мероприятиях, организовывать их и быть участниками. Перед началом детских соревнований команды-участницы по-взрослому поприветствовали друг друга и обменялись своими девизами. А затем начался сам праздник спорта. Ребятам предстояло преодолеть настоящую полосу препятствий. Вместе с тем было необходимо то вести мяч, как в баскетболе, то забить гол хоккейной клюшкой. И это далеко не все этапы соревнований. Однако в каждой спортивной эстафете есть главный герой – мяч. На соревнованиях между земляничкой и колобком все по-взрослому. За каждым действием юных спортсменов наблюдала строгая жюри – заведующие этими дошкольными череждениями Елена Гаврилова и Марина Комарова. По итогу соревнований именно они определяют имя победителя. Тем временем, пока жюри совещалось, оба детских сада подготовили творческие номера. Девчонки из Колобка представили танец с платформами для аэробики. А девочки из землянички превратились в художественных гимнасток. Судейская коллегия подвела итоги соревнований. Определить победителя было сложно, однако им стала дружба. Обе команды получили кубки победителей, а все участники – памятные грамоты. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...